Здравствуйте, дорогие друзья! Всем доброе утро! Шалом вашим сердцам, вашим домам, вашим призваниям внутри вас. Потому что, когда Бог мира сокрушает сатану под ногами, тогда и призвание наше входит в силу. А для этого нам важно не только знать, что Бог имеет такое имя Иегова Шалом, но и самим внутри себя иметь эту природу. Потому что тогда, когда мы впускаем в себя Божье Слово, мы впускаем Его Дух, а в Его Духе все имена присутствуют. И поэтому то имя, которое нам надо в данный момент, важно его распечатывать и дать ему двигаться в нашей судьбе, в нашей жизни дальше. Допустим, ты не знаешь свои реакции, какие будут в течение дня на разные поведенческие вещи со стороны других людей. Но ты можешь сказать, Господь, я одеваюсь в Тебя как природу Шалома, прежде чем я вступлю на дорогу взаимоотношений в этом дне, прежде чем я войду на территорию, где присутствуют еще другие люди. И это важно, друзья, одеться в эту одежду. И тогда, когда вдруг приходят такие провокации, которые могут тебя выбивать из мира, то ты помнишь, ты оделся в Шалом. Господи, помоги мне! Ведь благодать — это сила побеждать там, где ты раньше проигрывал. И Шалом — это тот мир, та гармония, то взаимодействие и взаимопонимание, которые нам так важны и нужны в каждом дне жизни. Сколько развалившихся семей от того, что не было мудрости, которая была на Авигее, сколько потерянных взаимоотношений родителей между собой от того, что люди не могли простить друг другу и так далее. То есть вот во всем этом, казалось бы, ну такие бытовые, рядовые, но важнейшие события, явления, с которыми нам надо срастись. Нам надо понять, что все это ключи, которые позволят мне укрепить мои взаимоотношения, либо их потерять. Что, естественно, начинает осложнять будущую жизнь и приносит уже с собой те волнения, которые от неправильных решений, как следствие, нас догоняют. Потому что жатва, она всегда приходит от любого посева. Но мы с вами завершаем главу двадцать пятую из первой книги царств, где идет речь об Авигее, которую Давид позвал во взаимоотношения уже более глубокие, чем были до сих пор. Оценил не просто ее мудрость женщины, но захотел еще иметь ее как жену. «И собралась Авигея поспешно, и села на осла, и пять служанок сопровождали ее, и пошла она за послами Давида, и сделалась его женою». Эта картина говорит, опять же, о готовности практически условия не ставить, а довериться. Она это сделала поспешно. Она взяла пять служанок. Мы не знаем, что стало с ее имением. Мы не знаем, как оно служило дальше Давиду. Мы это ничего не знаем. Но здесь идет речь о ее позиции, о ее готовности. Это сделать быстро, это сделать опять же решительно, и пойти и стать женою Давида, которого пока что она знала только по словам других людей. Да, была уже одна встреча. И в этой встрече она получила почтение со стороны Давида в свой адрес. Но она сначала почтила его. Поэтому, друзья мои, давайте сначала сеять почтение, а потом его ожидать, а не наоборот. Как многие люди ждут его в свой адрес, обвиняя других, что их не заметили, не почтили. Начни ты почитать другой дар. Начни ты почитать ценности личности, прежде чем ты это услышал или узнал в свой адрес. А затем ты увидишь, как оно оборачивается и в твою сторону. И завершается эта глава. «И Ахинааму из Израиля взял Давид, и обе они были его женами. Саул же отдал дочь свою Милхолу, жену Давидову, Фалтию, сыну Лаиша, что из Галлима». То есть Давид, по сути, теряет одну жену с учетом того, что Саул ее отдал. Это была тоже, так скажем, провокация со стороны Саула. Он хотел побольнее сделать Давиду, потому что он знал, что Милхола любила Саула, вернее Давида, и Давид любил Милхолу. Но сейчас происходит то, что происходит, и Давид оказывается человеком опять под ударом со стороны Саула, но уже таким вот образом. Давайте, друзья, мы сейчас не будем, может быть, концентрироваться на том, что у Давида была не одна жена, потому что мы живем в современном мире, а он жил на Востоке, и там были другие принципы и другие культурные особенности. Но сейчас главное, что выбор его, какой он делает, исходит из ценностей человеческих. И вот эти ценности надо видеть в людях. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы можем друг друга благословлять на то, чтобы видеть глубже, чем видят остальные. Пусть не только футляр будет для нас в фокусе, а то, что под ним, то, что внутри сердца, то, что внутри личности, то, что на самом деле поднимается оттуда как огромное благословение и может стать таковым для многих людей. Помоги нам это культивировать, взращивать, поливать, ценить и этим делиться. Благодарю Тебя, что Ты поможешь нам это сделать и в данном дне во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»